Зимнее небо Зимнее небо интересно хотя бы тем, что довольно редко открывается от туч. Но в астрономическом смысле уже буквально после второй половины ночи небо начинает становиться весенним, а это означает, что на горизонт выходит созвездие Льва, которое является, как и многие другие, о которых мы говорили ранее, древним созвездием. Включенном в каталог Толемея Аль-Магест. Хотя сам по себе Лев, как персонаж, в некоторых культурах ассоциировался с немейским чудовищем. Лев, безусловно, созвездие весеннего неба. И, как и многие другие, это созвездие богато прежде всего на объекты вне галактической природы. Действительно, галактик во Льве великое множество. Сегодня мы поговорим лишь о самых интересных и простых объектах, которые вы можете увидеть или сфотографировать в данном созвездии, используя любительский телескоп. Наш первый объект Трио галактик во Льве Или, как их еще называют, триплет Льва Вообще-то, я наблюдал данные галактики в телескоп Алькор. Это рефлектор 65 мм. Было видно две из трех. Но уже в телескоп 120 мм, если это линзовый, или 150 мм, если это зеркальный, отчетливо видна форма этих галактик. И при наблюдениях на хорошем небе они видны довольно интересно, особенно если учитывать их взаимное расположение. Для более детального изучения лучше всего нарастить диаметр объектива телескопа до 8 дюймов или 200 мм. Посмотрите, как медленно появляются эти галактики на фоне окружающих звезд. Чем хорошо весеннее небо, при кажущейся бедности объектов на нем много. Владельцам телескопов 250-300 мм уже стоит пробовать наблюдать детали в данных галактиках. Это некоторые намеки на спиральные рукава и пылевая полоса в нельной галактике. Она вполне доступна. Что уж говорить про тех, у кого в распоряжении телескоп до 400 мм. Там, на хорошем небе, естественно, данные объекты не только простые, но и очень зрелищные. Их можно показывать даже самым-самым новичкам. Но мы любим не только простые объекты. Галактика 3593 из каталога NGC, конечно, посложнее. Взяв телескоп 200 мм, можно обнаружить ее, словно укрывшуюся среди нескольких ярких звезд. Кстати, находится она недалеко от триплета, так что не ошибетесь. Форма данной галактики лучше всего проявится, если добавить увеличение. Стоит взять телескоп побольше, и разница между центром галактики и ее галла становится очевидной, как и форма ее. Галактика словно вылетает из трех ярких звезд. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что находится она по сравнению с ними и соразмеримо дальше. Большая группа галактик, одна из моих любимых, находится недалеко от хвоста льва. Рекомендую использовать телескоп от 300 мм, хотя даже в восьмерку или 200 мм можно наблюдать три из четырех галактик. Посмотрите, как интересно они расположились по краям поля зрения. Именно такие группы галактик для меня наиболее зрелищны, потому что если представить, что каждая из этих четырех это соседняя звездная система, захватывает дух. Объект попроще. Окрестности галактики М105. Вообще-то наблюдать их можно и в бинокль 80 мм, но они практически не разделяются на отдельные компоненты. В телескоп интересно расположенные галактики как будто на углах треугольника. Яркость одной из них значительно ниже, чем двух других. Телескоп 250 мм очень достойно показывает данный объект. Видна как разница в ориентации галактик друг относительно друга, так и разница их формы. Причем обратите внимание на интересную фигуру из звезд справа. Две галактики М95 и М96 находятся недалеко от предыдущих. Это простой объект для новичков. Даже в телескоп 80 мм на нормальном небе они сразу проступают в виде двух пятнышек. В зависимости от увеличения расположенных далеко или близко по краям поля зрения. Но телескоп уже 200 мм, а лучше 250 мм, покажет нам некие намеки на внешнюю структуру. Обратите внимание, сейчас ее хорошо видно. Если посмотреть на фотографии данных галактик, видно, что у них выражены рукава. Мне потребовался телескоп 350 мм, чтобы уверенно разглядеть их на окружающем звездном фоне. Но я наблюдал тогда в зеленой зоне засветки. То есть на более темном небе у вас есть шанс и в много меньшие телескопы. Галактика NGC 2903 Сама по себе требует довольно большого телескопа. Но имеет очень необычную структуру, рваную, имеющую боковым зрением четкий намек на два рукава. Замечательная группа галактик Хигсон 44 из каталога Хигсона доступна уже в телескоп 150 мм. Но именно начиная с 10 дюймов, или с 250 мм, данные галактики образуют всем известную форму. Три галактики словно сигналы светофора и одна галактика рядом. В телескоп 300-350 мм отчетливо видна форма каждой из галактик. Не бойтесь добавить увеличение, значительно больше, чем показано здесь. И на хорошем небе вам откроются более тонкие детали. Как обычно, несколько дополнительных объектов для опытных наблюдателей. Наиболее интересным из которых является карликовая галактика Лео-1. Испытайте свои силы и прозрачность неба. И напишите в комментариях, удалось ли вам ее увидеть. Она проще, чем кажется. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok